всем привет хочу сегодня показать зимнее уличное содержание бургундских кроликов так как подписчики время от времени задают мне эти вопросы возможно ли содержать эту породу на улице и как ее содержать каких клетках ну я сразу скажу что у меня есть содержание в помещении с поддержанием температуры и есть в уличных клетках в данном случае это на веранде находятся клетки для того чтобы исключить сквозняки в зимнюю погоду и здесь более комфортные условия чем клетка стояла бы на улице и поддавалась бы всем ветрам сегодня у нас на улице минус 11 ветра нет и вот мы смотрим это веранда снегу много навалило в помещении нас сухо и комфортно здесь у меня сидят только одни бургундцы ну как я их содержу во первых клеточки у меня с маточниками маточниках набитые рейки толстые и основное помещение куда я на сетку в зимний период кладу подкладку из двп поение происходит чашечная чтобы не заморачиваться с каким-нибудь там подогревом электрическим так далее два раза в день я подливаю теплую воду и кролики оттуда пьют вот два часа назад и подливал немного уже вот видно что ледок покрылся но у кролик какое-то время пьет теплую воду да я лью горячую воду кролик какое-то время пьет пролизывает и вода у него получается в доступности но так как зима я все равно два раза день лью очень теплую воду почти горячим и у меня получается что кролик два раза в день пьет очень теплую воду это поддержит функцию в организме а потом он уже где-то вылизывает и где-то ну ледок получается лежит лед и вода у него уже холодная там ну ничего страшного ну и в зимний период я подкладываю на прокладку из двп кроликам немного сена во первых ему в любом случае отдыхать лежать на ней будет на нем на этом под стиле будет намного как бы приятнее и проще плюс он покусывает и есть это сено вот под клетку вот на поддоне мы видим не так и много и сцепается но если вдруг у нас мороз возникнет в минус 40 градусов как это бывает на урале я ему возьму и вот это такую прослойку просто простилю сеном на этот период вот о чем я говорил кролик пролизал небольшую лунку сверху во льду и пьет холодную воду сейчас я покажу это по поближе вот видите когда вода начинает замерзать кролик пролизал отверстие во льду и пьет вот эту холодную водичку вечером я обратно наливая горячей воды можно прям кипятка налить небольшой слой это все растапливается кролик какое-то время пьет теплую воду что ему хватает но потом начинает здесь уже заниматься делами вот этими вот в этой поилке например тоже видим кромка льда была он сначала пролизал а потом дать ее еще и хрункал и воды практически уже нет вот этот ледок он может подъедать а то что наслаиваются вот эти горошки я их просто беру так стряпнул на поддон и все у него чистое все в порядке также мне очень много задают вопросов вот я привожу там если привести кролика нам из европы у них же там совсем другая климатическая зона и температуры зимой а у нас как бы но регионов много в россии и в каждом регионе своя температура если взять еще севернее урала потом еще холоднее но я могу сказать про свой регион что вот я привожу и у нас довольно таки низкие температуры бывают и ну вот я про на протяжении например 15 лет привожу и кролики адаптируются просто и не то что бургундская порода кроликов которую я вам сейчас показывают вообще любой кролик совершенно легко адаптируется и живет практически в любых климатических условиях естественно нужно соблюдать то чтобы не было у крольков сквозняков и все закрыли в помещении пусть она даже будет уличная но если она будет со всех сторон закрыты вы спокойно можете содержать кроликов и получать даже в этих условиях окролы но сейчас я покажу как я делаю например сам это здесь вот хочу показать что у меня в принципе сидят все девочки бургундки которые ближайшее время и зимний период все они будут кролиться я буду получать в этих условиях с них окролы без всяких проблем вот все это девочки у нас прекрасно себя чувствует подружка покажись не буду всех открывать просто покажу так привет как дела все отлично сразу маточник прибегает маточки уже пора ремонтировать сделаем ничего страшного что здесь у нас можете обратить внимание какой экстерьер у бургундцев и кролики все просто прекрасный красавица ну сейчас я покажу еще как маточник я делаю в зимних условиях так успокойся и еще хочу показать при зимнем содержании кроликов на улице какой у них хороший эластичный мех у бургундцев смотрите мех эластичные перекатывается и ложится на свое место конечно же на выставках эксперт это очень оценивает в плюс приятно посмотреть и вообще о своем содержании я добиваюсь ну простейших действий чтобы не делать лишних каких-то коробок там не городить все такое прочее сделать так чтобы кроль крольчихи было удобно сделать акрол и минимизировать свои как бы действие вот эти трудозатраты и как я делаю маточник вот значит я показывал уже основание есть я кладу сюда просто подкладку из двп ее застилаю сеном очень хорошим слоем и крольчих уже сможет сделать в нем гнездо и нормально принести акроу но если у нас на улице довольно таки например холодная погода может ударить и три царик например там 27 28 градусов то я могу перестраховаться и сделать вот такое ну не сделать они у меня есть я их надел свое время из дешевых тентов которые валяются никому нигде не нужно и из оцинковки значит согнул вот эти сделал бортики чтобы тепло выходило вверх и я просто-напросто кладу ее под клетку под маточник вернее и включаю это в сеть на период именно период акрола буквально там день-два работает потом я отключаю если крыльчиха сделала хорошая гнездо нарвала пуха никаких проблем нет просто ему уже отключить и она будет дальше докармливать своих крыльчат потом они вырезы из гнезда и будут нормально развиваться вот это ну просто я считаю простейшее обустройство маточника ничего туда же выдумывать больше не нужно и это очень легкое содержание кроликов в зимних условиях когда мы можем без проблем содержать и получать акрола и крыльчата нормально развивается а если вы еще занимаетесь шкурками мехом какими-то изделиями из меха то пожалуйста вас будет и то и другое и мясо и шкурки и изделия ну и заключение могу сказать что данная порода бургундский кролик это очень легко адаптируемая порода к любым условиям содержания к любым температурам пусть зимой это будет холодной температуры минусовые отрицательные а летом это может быть жара до 40 градусов и в тех и других условиях это порода очень прекрасно себя показала и зарекомендовала всем пока удачи в крыльководстве